Всем привет! В эфире передача на туре. В студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. Сегодня мы обсуждаем, как обычно, футбольные дела, которые произошли у нас на Западе. И поговорим мы сегодня о Еврокубках, о чемпионате Западной Премьер-лиги. И масштабно обсудим перипетии первого дивизиона с гостем, который нас сегодня посетит. Но, друзья, давайте поговорим, в первую очередь, о Еврокубках. Потому что мы в предыдущей передаче анонсировали то, что наступила весенняя пора. Наступила пора важнейших матчей для всех коллективов. И с чего начнем, друзья? С Лиги Чемпионов или с Лиги Европы? О чем поговорим? А давайте с Лиги Европы начнем. Мы всегда с Лиги Чемпионов начинаем. Поддерживаешь, Дим? Хорошо, хорошо. Ну, поговорим о Лиге Европы. Два коллектива у нас осталось на этой стадии, в одной четвертой финала. Это ЦДН, который принимал беду северную, на свою беду, может быть. И это Трансконтейнер, который принимал также северный Динамо. Ну и поговорим, наверное, по хронологии, как вот матчи шли. Сначала на поле Сетом Парка вышел Трансконтейнер и Динамо Север. Здесь нулевая ничья. Нулевая ничья, что становится свойственным для Трансконтейнера. И нужно выделить, наверное, здесь больше положительного, чего на 30-ем его, потому что это все-таки какой-то результат. Дома, да, может быть, 0-0 не самый лучший итог, который ты хотел бы видеть. Но в любом случае Трансконтейнер перестал пропускать. Это хорошо, потому что с забитыми голами стало хуже. Ну и мы обсуждали, да, опять же, причины стандарта, те же самые. Крылова почему-то не идет в свор-ворот, да, удара. Но хотя бы перестали пропускать. Вот это важно, на мой взгляд. Максим, ты что скажешь? По этому матчу все-таки 0-0, дома первый матч. Очень такой скользкий счет перед ответной встречей. Да, вязкая такая была игра. И было видно, что и Динамо не бежит вперед так, чтобы сломя голову, как во что бы то ни стало выиграть. Думаю, что наши соперники держат в голове, естественно, ответную встречу на Флотской. Мы много раз уже говорили, что нашим командам неудобно на выезде выступать. Да, и игра с Успенским, в частности, это подтвердила. Вот, я думаю, что этот результат, он удобоваримый для обоих соперников. И, то есть, после этого, после этой игры только знаки вопроса стоят. Ну, мы говорили, что, наверное, Трансконтейнер, хоть и действующий обладатель Кубка ЛФЛ. Ну, на мой взгляд, еще более крепкое 50 на 50 стало после первого раунда. Ну, вот, кстати, ты правильно про Успенское вспомнил, потому что в предыдущем туре как раз Успенское противостояло Динамо. И ты вспомни, первый матч на Вернатко-парк, мы с тобой его комментировали. И там Динамо тоже не удивило, не показало. Но, во всяком случае, она не выглядела командой третьего места севера. Ну, это абсолютно, да, когда на равных конкурирует с Интером, с тем же самым, с ЦДК, не выглядела. Но Успенское приезжает на север, 1,5. Вот, как бы с Трансконтейнером та же история не приключилась. Здесь можно сказать о том, что Успенское вроде как собралось не в оптимальном составе. Вроде как и в нормальном. Вот, ну, опять же, да. Какой Успенского оптимальный состав вообще? Ну, сейчас сложно сказать, я думаю, даже Вадиму Ферсову сложно это сказать. Ну, да, это уже тема отдельного разговора. То, что Трансконтейнер, на мой взгляд, все-таки едет более стабильным составом, более стабильной игрой. И все-таки с более уверенными в себе силами. Как-никак, я думаю, что команда не едет с мыслями о том, что как бы не пропустить, там условно дойти до пенальти. А все-таки, наверное, едет выигрывать на Флотскую. Да, здесь еще важны новички Трансконтейнера, которые, да, Мидин, Бочкарев, кстати, один из них из Динамо, да, это такое тоже интересное противостояние получается. Но, на мой взгляд, они пока еще не адаптировались, совершенно точно еще не включились в полную вот эту модель Трансконтейнера, пока не выпадает. И в этом тоже есть определенная проблема. А мы, ну, Трансконтейнером, так хочешь или не хочешь, с чемпионатом, матчем, с ФКСП, все-таки будешь проводить параллели, потому что там 0-0, здесь 0-0. Ну и вот, что касается того матча, что этого матча, ну, честно говоря, пока, пока вот, ну, не видно того, для чего, в общем-то, эти футболисты были приобретены. И касается матча в ФКСП, там вообще Галихин, да, не выходил на поле практически, то есть вот без Галихина, может быть, это бы еще и смотрелось бы, да, как-то, но при такой модели игры, честно говоря, мне кажется, что... Ну, предлагаю как раз тогда Трансконтейнер вот эти в совокупности двух матчей, еще Трансконтейнер, напомню, сыграл в нулевую ничью с ФКСП. Дим, вот что касается новичков, ты сказал Митин Бочкарев, по Митину я с тобой соглашусь, Митин только влился, ну, вливается, да, только пришел, все-таки Бочкарев уже достаточно длительное время, он пришел еще до зимы и уже должен себя по-хорошему показывать. Второй момент это то, что все-таки некоторые потери у Трансконтейнера тоже были, тот же Зайцев дисквалифицирован, Куликова давненько нету на поле, ну, и играл, например, Красников вместо Ануфриева, который, ну, не так много игрового времени получает в последнее время. Ну, это вообще очень интересный момент, особенно по игре с ФКСП, потому что там не было Галихина в стартовом составе, Зайцев был, ну, играл в центре, а Красников и Ануфриев вдвоем вообще на поле появились. Что вообще, по-моему, первый раз, да, происходит? Ну, в этом сезоне, в этом сезоне, такого, по-моему, не было, да. Ну, вот такие вот перестановки, игра за полем, на фишечках, как говорится, да, для Николая Мазурина, конечно, здесь вот такой период сейчас, наверное, самый сложный, когда вот все шло, все получалось, все хорошо, да, вот сейчас что-то где-то не клеится, и надо что-то перестраивать, и надо понять, что и как. Здесь еще вопрос багажа, вот как мне кажется, от предыдущего тренера, потому что предыдущий все-таки руководитель выстраивал вот ту самую игру на стандартах, да, и она была... О, да, по-моему, это был? Да, и она была, а точно, согласитесь, все стандарты транс-контейнер забивал регулярно. Да, наверное, половину голов, да? Да. Вот как будто бы это спустя год, да, получается, где-то, после назначения Мазурин, как будто бы это вот сейчас пропало, да? То есть Мазурин добавил как раз командной игры, чтобы транс-контейнер забивал именно с поля, с игры, а вот чуть-чуть в этом аспекте команда просела. Но это мое мнение. Но тут еще, Дим, мне кажется, надо отметить, что соперники-то, в общем-то, уже все готовы. И вот мы берем, когда интервью... Ну, как можно быть готовым к удару Паши Крылова? Вот я сколько гигалкиперов не спрашивал, он говорит, ну, знаем, ну, будет бить, да. Но в интервью все соперники говорят, что мы знаем, что означают стандартные положения для команды транс-контейнер. И то есть каждая команда, каждый соперник, они уже больше готовы к этому компоненту, чем в предыдущих сезонах. То есть здесь такой момент. Что касается игры с ФКСП, здесь все-таки, наверное, ближе были действующие пока еще чемпионы западной лиги. Это ФКСП, не забитый пенальти, наверное, тому подтверждение. Два момента, которые нужно было реализовывать, хотя бы один из них, это пенальти, да, который Бирюков не забил. Когда такое было? Ну, да, да. Вот. И второй момент был у Кириченко, там, минуты за три до четыре до конца матча. Перекладин. Перекладин, да, попал. То есть ФКСП был в этом матче сильнее ровно на эти два момента. Но эти два момента нужно было забивать. То есть, ну да, скорее всего, прокуроры были поинтереснее. Ну вот скажите мне, подтвердители, проверники мнения, что все-таки Транш-Катерин играл чересчур в оборонительный футбол и действительно не давал играть ни себе, ни сопернику. Вот эту гипотезу, так скажем, да, я выдвинул еще, комментируя матч, потому что, ну, даже по стартовому составу было как-то видно. Единственное, что я вот так оставил себе лазейку, да, для отхода, потому что непонятно, что с Галихиным. Почему он не играл, почему Зайцев был в центре поля. Потому что, если нет Галихина, то, в принципе, Транш-Контейнеру в атаку играть, ну, очень тяжело. Сложно, да, согласен. Да, поэтому нужно было как раз ставить Зайцева в центр, настоящего такого опорника, который будет выжигать, который, если что, может издалека пробить. То есть, ну, именно такой вот бокс-то-бокс человека, да. Поэтому, соответственно, появился Красников, вернулся в состав, потому что нужно бороться за верховые мячи в центре обороны. А Ануфри, который тоже в хорошей пороне находится, он просто заменил Зайцева на правой позиции. Такое тоже возможно. Но в целом это выглядело именно как, ну, не автобус, конечно, но очень оборонительная игра. Но, тем не менее, Транш-Контейнер не забивает два матча, собственно, как и ФКСП. Но о ФКСП мы чуть позже поговорим еще. Следующий матч, здесь же на Сеттен-Парк приехала беда, север. И здесь результат в какой-то степени даже неожиданный. Да, Сеттен упустил возможность поехать в гости на непростой, подчеркиваю еще раз, выезд на Флотскую. 2-2 здесь, друзья. Ну, все-таки, вот, плей-офф это немножечко другая стезя, нежели группа, нежели какой-то гладкий чемпионат. Здесь в одном матче, скажу банальную фразу, может случиться все, что угодно. И вот Хэллм, хоккей, никто не увлекается. Не следите за национальной хоккейной лигой, где вот, может быть, слышно. Люблю, но поздно идет просто, под утро. Ну, обычно новости тоже печатают. Там ПБ выиграл регулярный чемпионат. Вот, 62 победы, там рекорд. И вышел на 8-ю команду на Коламбус, который запрыгнул в плей-офф, ну, вообще, в последний день. Буквально, там, по булитам выиграл и заскочил. В результате, идут игры до 4-х побед, и в результате там ПБ проигрывает со счетом 0-4. Вот, казалось бы, но там уровни, по идее, там, там бы не могла никак проиграть. Я бы немножко здесь от этого сравнения ушел, потому что ЦДН такой стабильностью явно нас не балует. Ну, я с тобой согласен, но тем не менее. И, то есть, сейчас есть какая-то нестабильность в составе, на мой взгляд, да, потому что если приезжают пряжники эти самые, да, там, Шкарин тот же самый. Все это выглядит в одном стиле проходит. Сейчас травмирован анти, все это перестраивается, это уже немножко другая команда. Дим, извините, дополню, что Шкарин-то был, вот, и, но должен был быть Макаров. Вообще, Шкарин вообще, я считаю, не является игроком стартового состава. А Макаров был вычеркнут с протокола. А Макаров вообще должен был играть в стартовом составе, а в результате он вообще не приезжает и подводит команду. Вот, пожалуйста, игра CDN, она, опять же, не оставляет какого-то целостного впечатления. По именам, это, я говорю, очень сильный коллектив. Это, какую позицию не возьми, где топ игроки. Но, по сути, вот игры какой-то, четкого рисунка нет. Вот беда, просто за счет командной игры, просто элементарно, командности, сплоченности где-то. Не имеет таких звезд, да, они доставили столько проблем. 2-2 в этом матче, и я теперь не уверен, что CDN сможет на выезде одержать победу. Ну, я думаю, что никто не уверен. Тут сложно быть уверенным, конечно. Ну, здесь вопрос в том, что, какие цели ставят перед командой, потому что, понятное дело... У CDN? Да. Ну, я думаю, что выиграть, наверное. Да, вот Максим, кстати, наверное, лучше нам ответит. Ты как в структуре CDN находишься? Ну, тут, конечно, стоит задача взять титул. Пока что в чемпионате не получается за первое место бороться, но кубок ЛФЛ, даже несмотря на наличие тройки и несмотря на этот негативный результат дома, тем не менее, задача такая стоит, конечно. Ну, тогда нужно понимать и трезво оценивать ситуацию, что сейчас мы боремся с бедой. Не самым топовым соперником, да, Северная лига, конечно, там есть всегда практика, всегда играют с топами, но дальше будет нам все намного тяжелее. То есть, если сейчас CDN не сможет собрать всю силу, волю в кулак и поехать на флотскую, добыть победу, то, честно говоря, дальше им делать там нечего. Но, с другой стороны, все-таки я здесь немножко за CDN заступлюсь, с точки зрения, что все-таки беда это, она играет по сопернику, да, где-то от обороны и первый матч тому подтверждение. Практически весь матч команда сидела и искала ошибок на контратаке. С другой стороны, вот в матчах с той же тройкой, условно, да, например, которая играет в футбол, может быть, CDN будет легче играть. Вот к чему. Да, то есть, не будет столь закрытой. Если тройка будет играть в этот футбол. Все прекрасно знают, что тройка в финале может засушить игру так, забить один гол и все. Ну, теоретически, да, но я просто вот... Это все, ну, опять же, никто не мешал CDN играть, от обороны играть как-то. Ну, а CDN ты не можешь так играть. Я вот к чему, Дим. То есть, с командой, которая будет играть в футбол против CDN, да, может быть, как раз им будет и легче, чем нежели с командой, которая вот закрывается. А я думаю, что беда и не будет менять рисунок дома. Она понимает, я думаю, это команда очень неопытная, она сколько лет играет в высшей лиге севера, все время входит вот в эту вот... Да, да. Ну, не будет, говорит, восьмерка, там, ну, и выше они гораздо. Беда не будет, нет. Они так и будут играть, как вы играли здесь. Ты будешь себя дома, конечно. Да, то есть, там будет такая же выездная модель, и поэтому CDN неудобно, наверное, с такими командами, но надо понимать, что их ждет то же самое. Ну, не, ну, опять же, я специально спросил про цели, да, про задачи CDN. CDN себя пационирует, как команда топ-клуб, борющаяся за золото. А в априори будет половину матча играть с командами, которые запираются в обороне. Все это прекрасно знают, да, Миш, ты, типа, не понаслышке. Все команды против Барса закрывались, и это было нормально, то есть, ты выходишь на матч с точным пониманием, что тебе нужно сейчас не там показать какой-то красивый футбол, тебе нужно взломать эту оборону, забить один гол, дальше пойдет. Максим, скажи, пожалуйста, будет ли анти? Рассчитывают, что восстановится уже Зураб к этому матчу, а тем более, что, ну, ты же с самого начала сказал, да, что чувствуется отсутствие, ну, не только лидера на поле, но он же и капитаном команды является, да. Я безусловно с тобой соглашусь, что без анти, конечно, ну, CDN ослабила травма анти-команду. И, конечно, очень надеемся на то, что Зураб постановится на ответ на встречу. Еще два матча прошли в Кубке ЛФЛ, вы знаете, результаты вообще этого розыгрыша, они такие достаточно неожиданные, не потому, что такие счета, а сами цифры, нежгары сыграли с Изумрудом 0-0, я не помню, что вообще в плей-офф были нулевые ничьи. Вообще везде, во всех турнирах. Вот, и единственный матч, который выделяется, это Трансгарант против тройки, здесь гостевая победа тройки 8-1. Ну, тут более шансов. Да, здесь говорить не о чем. Ну, и давайте, наконец-то, поговорим о Лиге чемпионов. Вот где самое большое представительство западных команд. И, наверное, начнем с также северных матчей. Первый матч это Гефест ФКСП предлагаю. Здесь ФКСП наконец-то размочил счет своим голам за последнее время, но было это сделано с большим трудом. Гостевая победа с отчетом 1-0 и гол сбивает Кирилл Бирюков. Важнейший при этом Гефест в концовке не сбивает пенальти. Красевич молодцом выручает свою команду, но, тем не менее, очень скользкая победа. До меня дошли слухи, что пенальти был не забит и здесь помог футбольный бог, потому что в пенальти, как такового, назначено быть не должно было. Ну, там игра рукой, по-моему, была, да? Да, как всегда, вот эти вот самые нюансы, трактовки, это все мы не очень любим. Но сам факт, что, возможно, этого пенальти бы и не было. А судя по матчу, ФКСП довольно-таки комфортно себя чувствовал. 1-0 это победа, так скажем, с расчетом на большее. В этом матче можно было, наверное, и больше забивать. Но самое главное, что думают сами прокуроры по этому поводу. Они думают, что здесь, на Светуни-парке, дома, они смогут выиграть с более крупным счетом. Ну, вот в том-то и дело, что игра прокуроров в последнее время, она-то, может, и неплохая. Да, и с ЛЧО, не сказать, что там играли, ну, чересчур плохо, да, не сказать, что с Трансконтейнер играли плохо. Но при этом две поражения, ничья в чемпионате и натужная победа в Лиге чемпионов. Вот что настораживает, да, что и всего за три игры, вот за этих, один забитый мяч. На ФКСП вот за последние два года чемпионов такого не было. Я вообще не помню. Ну, не секрет, в общем-то, не для кого, что ФКСП лишился своего основного нападающего, Александра Алумона. Были попытки экстренные, да, взять какого-то другого форварда, Крыжановского. Крыжановского, который сломался. Сломался, да. На тренировке Титана, да, забавная история. Все это мы прекрасно знаем. Слушайте, ну, вот объясните мне, ну, неужели ФКСП настолько зависим от Алумоны? Разве так было? От нападающего, Миша. Нет нападающего. А кто был раньше? Сейчас в нападении у ФКСП вот против трансконтейнера выходил в стартовом составе Идрисов. Идрисов, защитник. Да, ну, обычно как происходило у ФКСП? Идрисов всегда начинает игры в обороне, но в случае, если надо поддержать мяч, либо нужен таран и форвард, шел как раз Идрисов. То есть у него не было задачи забивать. Мы сейчас решаем. Но при этом забивал он. Нет, забивал, конечно. Ну, как нет задачи забивать? Ты сам говоришь, что нужно поддержать мяч, что нужно... Ну, это же не отменяет того, что... Просто задачи на поле одни, но это не отменяет того, что ему не надо забивать мячи-то. Не, ну, понятное дело, ему дадут пас, он забьет. Это все понятно. Я про другое говорю, про направленность, да, про задачи форварда, что есть какие-то приоритеты сначала, да, и вот у него приоритеты немножко другие, а уже потом забить. Ну, я считаю, что все-таки ФКСП, как раз роль нападающего, она была немножечко всегда второстепенна, да. Это как раз вот оттянуть защитников. Это вот, знаешь, это как раз есть команда, да, где все лавры достаются нападающему. А есть, то есть, никто не думает там о том, кто носит рояль, да, как мы любим говорить. Здесь в ФКСП ситуация наоборот. Здесь как раз нападающий пахал, пока и давал свободные зоны, давал время для того, чтобы вот эта линия полузащиты, которая действительно, мы знаем о ней больше, да, делала свои дела, да, чтобы Бирюкова была, был момент, там, несколько секунд, чтобы прицелиться, нанести удар, чтобы в Анисиану была, была возможность сезона убежать. Ну, в общем, вот такие вот моменты мы, кажется, немножко упускали. Нет, я с тобой здесь полностью согласен, на самом деле. И немножко сейчас вот барахлит именно какая-то завершающая стадия ФКСП где-то в полузащите, потому что тот же Фаустов где-то свою задачу придержать, скинуть, он свое выполнит. Тот же там Эдрисов может выполнить роль форварда, но вот пока не хватает, вот чего-то не хватает пока. Но вот Михаилу Лунину надо разобраться, и сейчас идут такие некие изменения в составе ФКСП, да, идут дозаявочные кампании, дозавляются игроки, но пока не факт, что это принесет результат. Мне кажется, можно было бы и своим продуктом внутренним разобраться где-то. Слишком много на кону стоит. Ну, здесь, да. Рисковый риск, боюсь, будет неоправданным. Ну, здесь уже... И времени нет. Будем смотреть по итогу, по итогу как минимум Гефеста, да, была ли правильно сделана ставка на новинтих или нет. То есть есть еще 60 минут, которые будут буквально уже через несколько дней, и ФКСП принимает на Осетовом парке Северный Гефест. И еще одна команда, которая была, ездила в гости на север, это Мегатитан. Мегатитан ездил в гости к Звездному ЦДК, и здесь матч закончился со счетом 1-1. Коряк и Клюев 2К сбивали за команды. Но Мегатитан, если мы говорим, называем эту команду, то это Лига Чемпионов все или ничего? Такой девиз. Да, ну, уже не первый год, в общем-то. Не первый финал, к сожалению, да, сейчас Игорь Кротков, наверное, немножко покраснит сидя у телевизора. Но да, не первый финал уже проигран Мегатитаном, поэтому команда опытная, все знает, все прекрасно понимает. И мне кажется, что как раз вот для кубковых таких баталий сейчас Мегатитан, наверное, в своей лучшей форме находится. При Александре Голевце, правильно? Или вообще за несколько лет? Ну, в этом сезоне, наверное, даже так вот. Потому что, возможно, даже и за несколько лет. Не знаю, сложно так сравнивать, потому что любительский футбол все очень часто меняется, слишком часто. Ну, сейчас я имею в виду про что, почему в лучшей форме? Потому что сейчас очень большая концентрация, да, то есть все игроки очень сильно сконцентрированы на игре и на своих функциях. И очень хорошая дисциплина, как мне показалось, особенно игровая, это на поле видно. И вот как раз очень часто бывают такие истории, что финалы или какие-то такие вот полуфиналы, важные матчи не выигрывает одна из команды, а просто другая проигрывает, ошибается где-то. И за счет вот этой ошибки забивается один единственный мяч, который, в общем-то, и стоит трофея. Это как Йохан Кройф все время говорил про итальянцев, что итальянцы не выигрывают. Ты можешь только сам им проиграть. Ну вот, да, возможно. Вот, возможно, именно так вот оно все и сейчас и выглядит. Но это при том, что каждый еще футболист индивидуально силен, и то есть от него можно требовать как раз выполнения таких функций. Ну, скажу, что и ЦДК тоже примерно на том же уровне находится. Но если вот мы берем дисциплину, вот эту вот сконцентрированность, то, скорее всего, все-таки ЦДК в этом компоненте выступает и выступает довольно-таки сильно. Ну, по именам, по пониманию футбола, все-таки ЦДК это соперник наисерьезнейший, и на Еврокубке всегда настрой особенный. Но задачу минимум не проиграть, и на Флотской Мега-Титан выполнил. Опять же, тяжелейшая была игра, проигрывали, плюс удаление было Алборова. Кстати, в двух из трех матчей наших команд было удаление у наших. Вот, соответственно, Алборов сначала получил первую желтую за неспортивное поведение у Сереги. Бывает периодически взрыв эмоций. Вот, соответственно, он пропускает ответную игру с ЦДК, к сожалению. Вот, ну и вторая грубая игра, собственно, получается. И вот, Мега-Титан перетерпел в меньшинстве, не пропустил. Да, не забил, но, в принципе, достаточно с неплохим таким психологическим игровым преимуществом можно ехать на Запад. Хотя, опять же, ЦДК выигрывал КФЛ здесь на Западе, поэтому... Мы все знаем, и благодаря чему они выигрывали, да, и благодаря кому. Ну, да. Но, тем не менее, факт есть факт. Для всех газон Сиэтон-Парк привычен, и ЦДК будет здесь себя чувствовать тоже, как рыба в воде. Но вот, наверное, это самый пока что непредсказуемый матч. Действительно, 50 на 50, согласен? Да, я соглашу. Да, и большая проблема Мега-Титана, удаление Алборова это само собой, но молчит Кутузов. Молчит. То есть, да, он забивает космосу, но забивает мало. С какими-то топовыми командами он иногда вообще на поле сейчас не появляется, да. И, на мой взгляд, это проблема. Это проблема, которую нужно Мега-Титану решать и решать в кратчайшие сроки. Ну, вот было, взяли как раз Корчагина, чтобы было два топовых форварда, Кутузов и Корчагин. Но вопрос, вот я говорил еще в ранних передачах, что вопрос, вот как на Кутузова как раз повлияет эта конкуренция, да. Потому что это человек, которому нам нужно доверять, которому нужна игровая практика, и тогда он расцветает. А когда вот тебя там на 10 минут выпускает, где-то тренер не верит, ну и, соответственно, и у форварда тоже не все получается. Поэтому здесь вопрос все-таки психологии. Ну, форварды – это вот сродни вратарской позиции в ЛФЛ, да, всего-навсего один вратарь в команде, и, ну, практически во всех командах всего-навсего один форвард. Ну, позиция такая. Соответственно, здесь конкуренция самая, что ненависть, жесткая. Ну, и отправляемся мы на восток. Там Титан съездил в гости к усадьбе Банной. Победа 2-0. Алексей Киселев оформляет дубль и, соответственно, делает преимущество нашей команды вполне комфортным перед ответной встречей. Хотя, наверное, в миллиардный раз. Напомним, что 0-2 – это самый опасный счет в ЛФЛ. Вроде бы комфортное преимущество, и в то же время команда может и расслабиться. Но, на самом деле, они отыгрываются просто на раз-два. Здесь по игре Титан смотрелось это неплохо. Все переигрывал все-таки усадьбу Банную, но усадьбы несколько игроков не было. Несколько игроков не было, и это был шанс для Титана, которым они воспользовались. Но воспользовались не на полную катушку. У нас будет интервью с Дмитрием Бушуевым, и как раз вот он говорил, что можно было. И были моменты, самое главное, были возможности забить 4, а возможно и 5 мячей. И, по сути, уже дома можно было чуть ли там не шезлонг вывести на поле и на нем развлечься. Ну, а сейчас 2-0, и действительно совершенно непонятно, кто пройдет дальше. Усадьба может преподнести сюрпризы? Ну, я бы все-таки не ставил так вопрос непонятно, кто пройдет дальше. Скорее всего, пройдет, мне кажется, Титан. Но я согласен с тобой полностью в том, что усадьба может преподнести сюрприз. Опять же, про удаление скажем, что все-таки Лига Чемпионов – это статусный турнир. Здесь реально крутые команды играют. И вот Шахбанов Гамит, который буквально присоединился, ну, вот пару игр провел, все-таки, видно, перенервничал, где-то не совладал с эмоциями. И вот вам удаление в первой игре в Лиге Чемпионов. Ну, насколько вот видите, да, все-таки уровень и эмоции, да, не зашкаливают. Здесь и уровень, да, и, скорее всего, наверное, какое-то вот личное такое внутреннее ощущение. Потому что, ну, понятно, сейчас и переезд, и новая команда, новый коллектив, везде новые люди, новые места. Понятное дело, что сейчас немножко голова кругом идет. Но по матчу, кстати, молодежных сборных я тоже следил за этим футболистом. Ну, не показывал он того уровня, что мы видели в Альбине, да. То есть, соответственно, будем надеяться, что это вопрос адаптации. И, может быть, не в этом сезоне, но в следующем уже будет полноценно помогать Титану. Тем не менее, да, отметим, что и Титан, и Мега Титан, они выстояли в меньшинстве. Да, то есть, что называется, так закаляется характер. И я думаю, что в дальнейшем это обязательно пригодится. Титан еще и не пропустил, что очень важно. Но все равно преимущество неплохое, но при этом достаточно легко отыгрываемое. В целом, подводя итоги, скажем, что перспективы у наших команд... А, я забыл, Авангард, еще одна финальная пара. Авангард Интер, здесь 0-0. Это просто тренд какой-то все. Вот 0-0 сейчас, заметили, сколько, да, как часто и в чемпионате у нас, да, и в Еврокубках 0-0. Означает ли это, что команды стали больше оборонительным действием уделять внимание? Или это просто течение обстоятельств? Ну, здесь хотя бы Интер, да, здесь хотя бы Италия. Хоть каким-то образом. Такая Италия-Испания встречалась. 0-0. Там тоже будет, я думаю, что интересно во второй игре. Соответственно, в целом, подводя итоги выступления нашей команды, наверное, стоит отметить, что результаты неплохие и позволяют нам ждать воскресенья, ответных матчей, ну, в принципе, с положительным настроем. Понимая, что все три команды могут пройти дальше. Имеют на эти неплохие шансы. Ну, друзья, и пожелаем мы в Еврокубках сыграть хорошо, выйти дальше, в Лиге чемпионов, выйти в полфинал. Если будет в полфинале три нашей команды, точно будет кто-то в финале. Это будет вообще красота. Практически все о Еврокубках. Давайте буквально пару слов о внутреннем чемпионате. Мы здесь ФКСП обсудили. Вот две сенсации. Трансконтейнг ФКСП мы обсудили. И два матча, о которых поговорим. И перейдем к первой лиге. Значит, две сенсации. Это ФКСП ЛЧО 0-2. Это вообще неожиданно. Мы только говорили буквально, что не хватает нам каких-то сенсаций, каких-то неожиданных результатов. И вот они, пожалуйста. ЛЧО что-то так настроилось, что просто... Или все-таки это ФКСП. Это поражение именно ФКСП, а не победа ЛЧО. Нет, это победа ЛЧО здесь абсолютно. Это точно. Ребята заслужили эти три очка. Хотя тут, наверное, даже не сами три очка важны. А вот сам... Самомысли. Сам факт того, что был обыгран действующий... Тем более, что там двухкратный чемпион. В общем, настоящий грант. Но ЛЧО, если посмотреть расписание, как после зимы команда подходила к матчу с ФКСП, там были игры с Титаном, две игры с Титаном, Трансконтейнер. В общем, ну, такая череда серьезных очень матчей. И с каждым матчем, то есть там началось, по-моему, 0.5 от Трансконтейнера, потом там какой-то еще с Титаном, не помню уже. И потом постепенно это началась ситуация как-то выправляться. И, по-моему, Титан там выиграл на последних минутах только ЛЧО. Да-да-да. И то стандартное положение. То есть где-то там, может быть, повезло, может быть, не повезло. Это отдельная история. Но сам факт, что ЛЧО уже в том матче мог с лидером сыграть как минимум на ноль и, ну, очки отобрать. Ну да-да. То есть, что касается матча с ФКСП, мне кажется, здесь немножечко еще и совпало то, что ФКСП не в самой лучшей сейчас форме, не в самом имитимальном составе. И немножко безумно смотрелась команда против Олимпии. Возможно, это как раз подопечным Барамидзе удалось ликвидировать, разгадать, рассекретить все возможные тактические нюансы. Но, скорее всего, все-таки просто ФКСП не показал своего максимума. Единственное добавлю к твоим словам, это то, что ФКСП должен был ехать на следующий день к Дефесту как раз на выезд Лиги Чемпионов. И, может быть, как раз мысленно уже был там и думал, что ЛЧО, в принципе, вроде как обыграем. Мы обыграем сейчас. И поэтому, наверное, настраивались уже на Лигу Чемпионов. Но видите, как все оно получилось. Ларионов и Боркин забивали. Митчевый ЛЧО, причем Ларионов первый забил вообще красавец. В слету, в падении, в дальний угол. Ну, то есть такая пластер. Диагональ была, ну, то есть высший класс. И, кстати, вот перед этим моментом был хороший эпизод у Берякова. Возможность открыть счет в этой встрече. Может быть, все по-другому бы пошло. А, скорее всего, и пошло бы. И пошло бы, да. Да, но там такой хороший действительно эпизод. Беряков пробил чуть выше. И в одну из ответных атак, соответственно, ФКСП пропустил. Пропустил, проиграл и отпустил Титан уже на расстоянии 6 очков. Еще один матч, который я бы хотел отметить за эти две недели. Это Веер 20-10 сыграл с АФК Портер в ничью 1-1. У Портера тоже какая-то череда неудачных матчей. Вроде бы ничья с ЦДН немножко так навеяла на позитивный лад. И казалось, вот Веер, вот, как раз соперник, на котором можно отыграться. Но по факту получается, что 1-1. 1-1, но не по игре. То есть абсолютно точно. У Портера было очень много моментов. У Веера всего один эпизод за весь второй тайм. Может быть, там несколько еще подходов. Конечно, не будем мы слишком принижать заслуги Веера. Но вот этот эпизод закончился ударом головой и взятием ворот. А Портеру не везло, наверное. Не везло, может быть, где-то не хватало исполнительского мастерства. Но это извечная проблема пивных. Они создают какую-то уйму моментов, но реализуют 1-2. Ну, сейчас вообще в этом, этой весной тренд на незабитые мячи, на транжирку, простите за такое грубое слово, моментов. И ФКСП тому подтверждение. Да, и Портер вот сейчас, казалось бы, вот забивает. Единственное, везет пока Титана. А Портер, получается, что и Мега Титану не смогли забить. Ну, ладно, это с грандом 0-3, да, игра. Потом, ты сказал, что это достаточно положительный результат для Портера. Ну, ничья все-таки с командой, которая идет выше. Но все равно 0 мячей забитых, да, и теперь с Веером только один забили. И Сергей Давыдов, да, новичок, звездный новичок, который... Давыдов, Григорьев, которые пришли. Ну, Давыдов, чемпион Казахстана, обладатель Кубка с Рубином, Суперкубка с Рубином. ФНЛ выигрывал с Кубанью. Ну, куча голов забивал на таком уровне, а за Портер пока по факту-то 0 мячей забитых. Ну, вот тоже у Портера мы отмечали, что в ФКСП трудности с забиванием. У Портера тоже явные проблемы в этом компоненте. Да, казалось бы, опять же, не принижая заслуг Веера, молодцы, избрали правильную тактику, избрали то, как надо все-таки действовать, исходя из своих возможностей, да. И, наверное, футбольный бог их команды Кирилла Графова и братьев Герасимова вознаградил. Но при этом, все-таки, действительно, Портер, ну, надо что-то думать именно с реализацией моментов. При том, что состав за последнее время, он очень хороший у Портера. Да, опять же, Давыдов, Григорьев, Моисеев, это три великолепных усиления. И вот сейчас Куличуку, конечно, надо разобраться с тем, я даже не знаю, составом, психологией. Ну, вот что-то, вот какой-то вот такой тумблер надо переключить, чтобы вот пошло, пошло. И тогда Портер будет, конечно, грозной силой для любого соперника. Да, отметил бы я, кстати, еще и оборонительную линию Портера, в том числе и вратаря Романа Нистратову. По матчу с ЦДН он вытащил практически все. Здесь он прибавляет и Портер, самое главное, прибавляет в обороне. Это, опять же-таки, очень положительная тенденция. Потому что, как я говорил, моментов у Портера и так много, а вот чуть-чуть где-то по собране действовать около своих ворот этой команде явно не повредит. Ну, вот, может быть, по собране действует, да, в концовке. И одного бы гола для победы хватило. Ну, да ладно, собственно, остальные счета у нас в Премьер-лиге были такие крупные, ожидаемые. Я думаю, что их обсуждать нет смысла. Ну, давайте, наконец-то, пригласим в нашу студию гостя и поговорим о первом дивизионе. У нас в гостях руководитель команды «Феникс-9» и также игрок команды «Феникс-99» из 2-го дивизиона, ну, а «Феникс-9» из, соответственно, из 1-го дивизиона, Сергей Владимирович Теблецов. Сергей, спасибо большое, что снова нас посетили. Рады вас видеть. Вот, хотим с вами пообщаться, наверное, по двум, по таким подблокам. Первый, наверное, связан, конечно, с Еврокубками, поскольку «Феникс-9» выступает в Лиге Москвы, делает это успешно и, во вторую очередь, обсудить, конечно же, наш бурлящий первый дивизион. Ну, наверное, Дим, начнем с Еврокубка, да? С Еврокубков начнем, да, безусловно. Вот после зимы сыграли два матча, как я понимаю, в Лиге Москвы. Один из них в групповой стадии с Харьковым. С флагманом. И с флагманом, да? То есть два матча группового. Два матча на групповом этапе и один, соответственно, уже 1-4 финала. По группе были ли какие-то сложности или все было пройдено на одном дыхании, первое место, на первое место финансировали и, соответственно, вышли в плей-офф? Во-первых, всем здравствуйте. Спасибо большое организаторам, что пригласили. Всегда приятно общаться с вами. А что касательно выступлений в турнире Лигы Москвы, скажем так, у нас была одна игра, которую мы проиграли. Проиграли мы, в принципе, из-за чудовищ, наверное, судейской ошибки. Правда, судья после матча пришел в раздевалку к нам и извинился. Ну, скажем так, остаток все равно остался. Тем более, что судья раньше был в системе футбольного клуба «Заряд». И на самом деле, ну, скажем так, с «Зарядом» нам всегда принципиально после выступлений во втором дивизионе нам принципиально их обыграть и достаточно наказать эту команду. Потому что команда хорошая, умеющая играть в футбол, но при этом, к сожалению, команда не умеющая себя вести на поле. И особенно, как бы, их главный нападающий – Галланов, который не уважает даже своих коллег по команде. Поэтому надо было наказывать. Судья в первой игре не помог. Во второй ребята очень сильно завелись. И, ну, скажем так, камня на камне оставили от этой команды. 6-2 сыграли. Причем там счет был даже 6-1 сначала. То есть в конце уже забили, а не второй гол. Вот. Поэтому как-то так. Сергей, а почему вот такой эдакий зуб вы имели на команду «Заряд»? Вы сказали, что вот во втором дивизионе. То есть судьба свела вас и в прошлом. Мы в прошлом году, да, мы попали в прошлом году. Первый раз участвовали в зимнем кубке. И тоже на стадии ПВО мы попали как раз на «Заряд». И там тоже была нехорошая ситуация. Да, мы проиграли игру. Да, может быть, мы не приспособились на тот момент к полю. Но команда играла именно вот представителя. На вернатке играли, да? Да, на вернатке играли. Представитель как раз Гаванов тоже в тот момент уже вел себя как бы не совсем по-мужски и по-футбольному. Занимался нефутбольными вещами. Поэтому, скажем так, след оставил в нашей памяти. И мы надолго запомнили. Будем помнить. И в полуэрф ждете Гаванова? Да, почему нет? Почему нет? В принципе, с учетом того, что они очень уверенно сыграли с «Аксиомой». Достаточно уверенно обыграли их. Я думаю, что там вообще та половина будет очень... Ну, в принципе, все команды, которые вышли в 1-4 финал, они все достойны уважения. Поэтому и «Портер», и «Росвоен ипотека», которая, в принципе, по игре выиграла даже у «Портера» 3-1. Опять там, скажем так, безобразный «форвард» в кавычках Ульянинка. К нему очень, к Илье, хорошо с уважением отношусь. Опять тиранит всех, опять терроризирует. Сначала «Аваню» в прошлом туре, да? Сейчас потом «Росвоен ипотеку». Поэтому там тоже будет интересно. Но там в этой игре не было главного человека в этой команде, в «Росвоен ипотеке». Это тренер Прошин Александр Владимирович, который, скажем так, не отпустил бы «Портера». Если бы он был на игре, он бы эту команду не отпустил. То есть не дал бы расслабиться? Однозначно. Потому что все-таки ведя 3-1, зная, как Александр Владимирович Прошин умеет сушить эти игры, могу сказать, однозначно засушил бы. А речь идет про Павла Голанова? Да, да. Это бывший игрок «Мега Титан». Мега Титан, да, совершенно верно. В общем-то, много он команд, честно говоря, поменял и сейчас оказался в заряде. Ну, в той игре, в первой игре, когда мы играли в групповом этапе, он, скажем так, разбил двоим нашим ребятам лицо. Саши Чмутину, Андрея Афанасьева, поэтому… И плюс там много было стычек с ним. Поэтому… Кстати, Голанов со Чмутином в свое время, наверное, даже в премьер-лиге пересекались, когда с Чмутин у нас тоже много играл. И с Голановым, наверное, они не впервые. Ну, скажем так, человек с такими данными, он мог спокойно играть и зарабатывать ими, забивая голы, а не занимаясь лишней какой-то… Ну, не футбольной, околофутбольной, ненужной. Для такого уровня ребят… Но у Паши такой своеобразный характер, вообще неординарный человек. Наслушен. Были у него проблемы с этим и в Мега Титане, потому что немножко он был обособлен, так вел себя по отношению к команде. Так что посмотрим, да. Ну, кстати, вот касательно его футбольных качеств, лучше бомбардировать. Команды «Заряд» и выпускник футбольной школы, ну, вот этой вот «Торпедо», да, ФК «Москва». И, насколько я знаю, в составе этой команды был чемпионом России. Даже когда Леонид Слуцкий тренировал дуру, стали они чемпионами. Были еще у нас ребята, вот в Очаково много играли, братья Корба, в частности, да, Бакулин Иван. И вот в этом составе. То есть, наверное, Голанову мы, Павлу, передадим, что все-таки футбол бы хотел, чтобы было больше, чем каких-то околофутбольных, посторонних вещей. Да, пару слов о турнире. Нравится ли сама Лига Москвы и какому турниру отдаете приоритет, какое-то предпочтение? Где интереснее, возможно, да? Вы знаете, ну, в принципе, всегда интересно познавать что-то новое, да. Поэтому, в принципе, для нас, так как мы не особо избавлены турнирами, участие в Лиге Москвы достаточно интересно. Особенно сейчас вот эта стадия, да, и игра с такими командами, как, в принципе, и «Заряд», и «Эгрисе», и, опять же, с нашим любимым «Портером». Вот. Поэтому, по большому счету, интересный турнир, бесспорно. Сейчас уже начинается самое интересное. И, ну, а чемпионат, ну, чемпионат – это святое, однозначно, да. Поэтому без чемпионата никуда. И чемпионат у нас в первой лиге очень интересный, очень хороший. Но Лига Москвы, безусловно, она интересна тем, что команды с других дивизионов, зон, и, соответственно, можно посмотреть, как там играют, и сравнить свой уровень, как мы играем на ихнем уровне. Поэтому, что касательно команды «Эгрисе», команда «Эгрисе» не показалась такой безумно сильной, да, как, например, тот же «Заряд», да. Мне кажется, «Заряд» намного сильнее команда. Вот. Более, да, раскручена, ну, потому что представляет медийный человек. Но молодые мальчики, ребятам свойственно в этом возрасте, и, наверное, показывать не столь стабильный футбол, как, допустим, нам. И где-то, может быть, они психологически были не готовы, да, то, что выйдут мужики. Потому что, насколько я услышал, когда просматривал сам матч, там представили игрока, я, по себе, час, наверное, не верю, он в восьмом классе был, играл, учится. А, да. 99-й номер, я не помню сейчас фамилию, я просто по номеру помню, в восьмом классе. То есть, ну, понимаете, мальчик из восьмого класса выходит против мужиков, которым по 30 с лишним лет. И понятно, что, скажем так, какой-то дисбаланс, однозначно. Вот. И в физическом развитии, да, он однозначно слабее будет. Поэтому здесь где-то и опыт сыграл. Что касательно ихнего главного игрока. Струнина. Струнина, да, седьмой номер. Мне кажется, в середине поля Мулин, наверное, поинтересней. Но это, на мой взгляд, опять-таки, не берусь, скажем так, спорить. Но мне показалось, что все-таки больше понтов у ребят. И у Струнина в том числе. Потому что надо все-таки, если ты выходишь против мужиков играть, надо вести себя немножко по-мужски. Или стремиться к этому. Надо взрослеть и понимать, что против тебя играют нормальные дядьки, которые могут не стерпеть всякие мелочи, которые ты показываешь. Поэтому... То есть Струнин бы вряд ли оказался когда-нибудь в «Фениксе-9». Я так бы не говорю. Я бы так не говорю, потому что все ребята взрослеют. И, скажем так, если отмотать пленку лет на 10 назад применительно к нашим ребятам, из нашей команды, тоже не все бы сразу попали бы в команду первую однозначно. Потому что ребята взрослеют, получают какой-то жизненный опыт, поэтому становятся более зрелыми и начинают ценить то, что делается для них и вообще то, что происходит вокруг них. Поэтому просто я хотел сказать, что на сегодняшний момент, да, наверное, Струнин не прошел бы, потому что он еще не дозрел до того возраста и, скажем так, до понимания. Может быть, даже не в возрасте дела, а в понимании, в жизненном оценке происходящего. Очень интересно. Ну а если вот к самому матчу вернуться, вы забили быстрый гол, он сильно помог? Я не скажу, что он помог сильно. В принципе, мы вообще контролировали по ходу этой игры, мы контролировали полностью ход игры. И все-таки мое мнение, что два очевидных пенальти, которые не поставил судья в ворота команды соперника, ну, к сожалению, да, мне кажется, тогда вообще команда сломалась. Потому что по игре, по ходу игры команда соперника даже не атаковала, проигрывая 1-0, проигрывая 2-0. Они даже не агрессивно не играли в прессинг с нами. То есть, в принципе, середина поля была полностью, ну, как бы, наша. И, в принципе, моментов, по большому счету, таких не было. Да, был в конце момент, немножко расслабились, за это получили, когда тот же Струнин, опять-таки, да, пробил головой и не попал в створ ворот. Но это один момент, когда уже, на самом деле, уже было видно, что соперник, на самом деле, сдался. Хотя, да, мы не имели права в такие моменты давать сопернику. Вот если вы следили за портом, а я знаю, что следили, наверняка, да, они сыграли, тоже выиграли, но сыграли со счетом 5-4. Вы выиграли 2-0. Вот, на ваш взгляд, что лучше, какой счет? Да, вы знаете, в данной системе, я так понимаю, что система прохождения следующий этап, это больше взята с Кубка Либертадорос. Это неважно, потому что еще есть игра, и у любительской футбольной лиги, она такая, на самом деле, чем и хороша тема, чем и интересна, то, что тут можно сейчас не забить ни одного мяча, а потом забить можно и побольше, да, скажем так. Поэтому, что касательно Портера, они проигрывали даже 3-1. Вот, поэтому просто у них не было основного игрока, да, это тренера их, поэтому Александра Владимировича Прошина. Я думаю, что все бы сложилось бы по-другому, если бы он был. Ну, интересное там противостояние, потому что в Зимнем Кубке в прошлом году, насколько мне известно, по-моему, они должны были встречаться или прошли тогда Портер. Я сейчас не помню, но до полуфинала обе команды прошли, и Росвоенная Патека, по-моему, обладатель Зимнего Кубка, да. Да, Зимнего Кубка народ. Вот с кем она в финале была, то ли с Зарядом, то ли с Портером, не помню. По-моему, в полуфинале был счет 5-5, Заряд-Портер, и да, в финале играл Заряд, да. Но важно было сыграть на ноль? Да всегда важно, мы, в принципе, стараемся, вообще, две команды наши, если обратить на статистику, меньше всех пропускают в лигах. И в играх, как бы, в кубках, да, мы, мы на самом деле пропустили 5 мячей, по 5 мячей от двух команд, да, это команда Атлантис, с 1-5 мы попали, и безобразная игра с CDN 2, 4-5 мы проиграли, по сути, и два раза мы от СПК Юг 2-3 уступили, 16 мячей в четырех играх мы пропустили, а так, получается, по статистике мы максимум пропускаем по одному мячу, если так, взять статистику. Но это, кстати, очень важное качество, особенно если говорить о матчах плей-офф. Конечно. В связи с этим, ответный матч 2-0 на выезде, ответный матч получится зрелищным? Конечно, однозначно, с учетом того, что команда соперника написала в своих инстаграмах, конечно... Что написали, поделитесь со зрителями? Ну, что мы написали такого плана, что мы команда проходная, ничего не показывающая, поэтому ребята, конечно, полны желанием еще раз... А Василий Уткин что-то говорил по матчу? Василий Уткин, конечно, да, он и с судьей работал, пытался там давить, чтобы и мне красную карточку дали за разговоры с судьей, вот, поэтому много тому, что комментировал, передавать не буду, скажем так, не все на камеру можно передать. Ну, да, скажем так, Василий, конечно, Василий это Василий. Дополнительную мотивацию он вам обеспечил? Однозначно, однозначно. Ну, его ребята тоже как бы добавили массового огня. Будете обыгрывать на сетоне эгрессив второй раз? Однозначно. То есть только на победу играть? Сто процентов, потому что другого и не будет. Во-первых, мы, в принципе, задачу ставим во всех играх побеждать, да, а уж здесь, ну, нужно обязательно. Сам Бог велел? Да. Давайте, наверное, переходить потихонечку к чемпионату, потому что Лига Москвы, она еще будет, еще важные матчи, тем более будет очень интересно пообщаться после уже ответной встречи с эгресси, что, соответственно, она нам принесет это, действительно, мы ждем этого и с нетерпением ожидаем. К чемпионату после зимы вы провели 6 матчей, и, в общем-то, все они были практически выиграны, кроме одного, кроме ничьи с Атлантисом. Там, как я понимаю, там была настоящая рубка, мы комментировали матчи на первом поле, и просто интершум, вот то, что происходило на втором, когда вы играли с Атлантами, ну, это заглушало просто, она просто все, что происходило на главном поле. Расскажите немножко про этот матч, были там и красные карточки, кстати, новичок, как я понимаю, команды получил красную карточку, вот как это получилось, и ничья – это по делу, то есть 1-1 – это тот счет, который заслужили оба коллектива. При всем уважении, да, к тем мастерам, которые играют за команду Атлантис, наверное, пожалуй, здесь мы все-таки должны были выигрывать, и, да, конечно, очень сильно сломало игру, ход игры, раннее удаление нашего игрока. Прямая красная карточка была, Роман показал нашему игроку, основному ведущему защитнику, но на самом деле, скажем так, Корытько спровоцировал, да, вот этот эпизод, и на самом деле там никакого нарушения не было. Корытько шел спиной, наш игрок стоял, он наступает на него и падает там с криком, как будто ему оторвали эту ногу, вот. До этого мной обращалось внимание, чтобы судья обратил внимание, потому что Корытько немножко так все, картина, везде падает, кричит, как ему отрезают что-то, он перед этим, наш игрок по 15-м номерам, Игорь Комаров его оттер очень технично от мяча, и он подходит к Игорю и просто бьет его в почки, ну, скажем так, не совсем спортивно и, ну, да, некрасиво, то есть тут же момент. Поэтому, скажем так, ну, поведение, ну, да, опытный игрок, да, ну, наверное, таких мастеров это не красит, такое поведение, вот. По игре, да, у нас ранее удаление, тяжело пришлось много затрачивать энергии на то, чтобы держать и высокий темп, и мы быстро забили гол после удаления, что, в принципе, ну, скажем так, неожиданно было, и для меня в том числе. Но вот чуть-чуть не дотерпели, да, немножко нас выбросился игрок, не успел опуститься, и они нас поймали, да, тот же Корытько очень хорошо развернулся и попал. Красивейший гол забил. Да, красивый гол, бесспорно. Вот, но моменты все равно были, и когда получил игрок Акименко красную карточку, у нас убегал 1-0 игрок, и, наверное, ему надо было просто, ну, скажем так, оторваться и реализовал бы, я надеюсь, один в один. Ну, так оно случилось, и плюс опять-таки вот у нашего тоже нового нападающего, который приехал, был стопроцентный момент, когда с 6 метров он, ну, замыкай, бей по центру ворот, он стоял, не забил, не реализовал свой момент. Жаль, конечно, но он очень сильно переживает и долго переживал, слава богу. Сейчас его прорвало, начал забивать, и в том числе уже сколько-то, 3 мяча забил в Лиге Москвы, в двух играх, поэтому нормально все. Идет на поправку? Да. А будут ли какие-то санкции вообще, вот предусмотрены ли в команде, если игрок получает какую-то, может быть, необязательную желтую карточку, или красную карточку, знаем, что у вас хорошая дисциплина, с этим все в порядке? Ну, скажем так, санкции, конечно, они, если они по делу, то, конечно, они будут. Если человек, скажем так, себя неправильно ведет, безусловно, будут какие-то применены к нему санкции. Но, в принципе, в большинстве своем у нас команда, все адекватные ребята, и все прекрасно понимают, что шутить не стоит ни с кем. Вот. И не с судьями, и со всеми остальными. Поэтому, да, скажем так, за опоздание, безусловно, тоже применяются, и будут применяться. Если опаздывают на игру, там, не по уважительной причине, и, соответственно, там, с судьями лишние разговаривают, безусловно, будут наказываться. А вот, кстати, про опоздание очень интересно, потому что знаем, что у вас команда, в общем-то, ну, футболисты приезжают, там, ну, не со всей России, конечно, но некоторые ездят издалека. И к ним тоже санкции по опозданию будут применены? Скажем так, они приезжают, слава богу, как раз они-то всегда приезжают. Кто далеко живет, тот приезжает всегда раньше. Это жизненный всегда закон, почему-то так. Вы, может быть, билеты заранее берете на более ранние поезда? Наверное, наверное, боятся опоздать, поэтому пораньше приезжают. К сожалению, вот почему-то всегда, да, и даже на работе, люди, которые живут прямо рядом с работой, всегда впритык приезжают, либо опаздывают. Почему-то так, по жизни. Если заглянуть в турнирную таблицу, там, на мой взгляд, довольно-таки четко можно выделить пятерку лидирующую. Вот, на ваш взгляд, это уже точно, да, это до конца сезона, так и останется вот эти пять команд, они, в общем-то, и разыграют. Вы знаете, нет, я бы так не был категоричен. Если начнем с того, что, наверное, отметим Коммунар, потому что… Не догнать? Нет, Коммунара, возможно, догнать, на самом деле. Бред игр смотрел, и та же Аванья показала, что и Ультра, по-моему, 3-2 с ними сыграла, тоже уступила, 2-0 вила, и… нет, это Атлантис, прошу прощения. Нет, Аванья показала, что, в принципе, с этой командой можно играть, и мы настраиваемся на победу в игре с этой командой. Вопрос в том, что некоторые команды, от которых ждешь серьезной игры, и которые должны давать бой, ну, и навязывать конкуренцию, не всегда приезжают в том составе, в котором бы, наверное, для них самих хотелось бы. Например, «Турбина» несколько игр с начала сезона, вот этой половины, да, она провалила, я так понимаю, из-за неявки. У «Константы» сейчас вот несколько игр, спад. Но «Константа»-то вам подсобила все-таки? Бесспорно, бесспорно, бесспорно подсобила, но нам сейчас играть в эту субботу с «Константой», и хотелось бы, чтобы она нам тоже подсобила. Олег Филатов, если слышит. Поэтому, в принципе, я вообще скажу, что 10 команд однозначно это просто очень интересно. Ну и те, которые за 10-й строчкой, по 20-ю, там тоже, поверьте, та же «Ультра», это тот же «Дюпель», это команда достойного уважения, потому что они с учетом своих проблем «Арсенал»… То есть даже предпоследняя команда не было легко «Феникшу»? Однозначно. Я скажу так, что в конце года, когда мы играли на такой заснеженной поляне, мы унесли ноги от «Арсенала», если честно. То есть, если бы «Арсенал» забил бы свое, мы бы достаточно очень плачевно год бы закончили. Поэтому мы отскочили. У нас, кстати, есть интервью с представителем, руководителем, наверное, даже команды, и он как раз в нем рассказывает о неких перетурбациях, которые произошли с «Арсеналом», теперь «Арсеналом-Винтеком». Давайте посмотрим. Валовик, ну, знаем, что в твоей семье пополнение, поздравляем тебя. Спасибо большое. Наверное, на футбол сейчас еще меньше времени остается. Да, есть немножко, да. По-сторону не дается выносить. Ну, у «Арсенала» произошли небольшие изменения за зиму. Во-первых, как ее провели? Ну, и по поводу добавления в название хотя бы, да, несколько слов. Ну, конечно, искали пути выхода из ситуации. Тоже, скажем так, мы нашли некие контакты с командой «Ветеранска», за которые играем. Поэтому отсюда приставка «Винтек». Человек нам помогает, скажем так, и морально, так скажем, и другие мессии. Ну, и, так сказать, искали людей тоже. Трансферное окно. Часть ребят, которых я знаю. Пару моментов ребят взяли. Те, кого я уже знаю, ветераны тоже пришли, помочь. А как оценишь вот этот промежуток, период, так скажем, после возобновления чемпионата? Несколько матчей вам удалось сыграть? Были и крупные победы, были поражения, ничья с «Хеглями», да? Ну, пока, честно говоря, противоечью. Потому что мне кажется, что сейчас другая проблема возникла. Проблема именно сыгранности. Потому что появилось много ребят на одни и те же позиции. И пока то ли еще не нашли друг друга на поле, но в общем есть. В обратную теперь сторону продвину. Потому что до этого, наоборот, не хватало людей. Сейчас кого куда расставить, кто где должен играть. Мне кажется, немножечко вот этого промежутка пока нет ребят. Ну, кстати, и ты сегодня начинал матч в нападении против Балтики. А в середине, по-моему, уже тайма, да? Ну, это чисто частный момент. Почему-то сегодня то ли пробки, то ли что ли не доехали сразу ребятам. Мне кажется, отчасти тоже сказался результат секса. Потому что вышли немножко негативно. Но матч-то был важный. Можно ли назвать его дерби? Да как-то я даже не знаю. Скорее всего, наверное, по названию дерби. Но как-то в душе я не увидел ребят сегодня бойцовского такого характера. Ну, не у всех, скажем так. Те, кто играл, и те играли. Те, кто, скажем так, уходили как обычно, они уходили как обычно. Но матч все-таки был за 6 очков. Конечно, конечно. У нас сейчас любой матч, ну, этот, да, этот за 6 очков. Почему не удалось, собственно говоря, добиться нужного результата? Пару слов. Мне кажется, не доигрывали как раз, если говорить о дерби, не доигрывали в каких-то мелких моментах. Ну, и пара ключевых ошибок, конечно, беру на себя. И два гола точно моих не привезут. Поэтому здесь я ошибаться не должен, конечно. Ну, и последний вопрос. Ты получил травму. Как ты себя сейчас чувствуешь? Ну, как обычно, мы футболисты, сумасшедшие люди. Поэтому травма, не травма, все равно хочется спасти, по результату выйти, помочь. Но не всегда это нужно делать. Поэтому я, к сожалению, пока вот себя не очень чувствую. Ничего, не подлечусь. Здоровья, спасибо. CDM2, ну, скажем так, жду ответной игры. Ответной игры. Ребанш хотите взять за поражение, да? Конечно, конечно. Меня, к сожалению, на этой игре не было. Но после этой игры были очень серьезные санкции применены. Потому что видео мне попало. Я все очень хорошо просмотрел, проанализировал. Ряд людей были переведены и во вторую команду по результатам этой игры. Конечно, нельзя, ведя в счете 3-1, отпускать команду соперника. При всем уважении к любому сопернику. Так нельзя было расколажено играть. Поведя с таким счетом. Да, и уж тем более, когда бокс с ним 4-3 за 5 минут до конца игры. И отдавать победу. Это... В последних двух атаках, по-моему, все решилось. Да, это просто крайне безобразие. Но я скажу так, что, к сожалению, злую шутку, наверное, сыграл, если бы сейчас отмотать пленку назад, чтобы я поменял в начале чемпионата, я бы, наверное, попросил руководителей, организаторов турнира поставить две игры с Коммунаром в конце сезона. Потому что победа над Коммунаром, причем такая достаточно уверенная по игре на тот момент, и уже вальяжность появилась в игре с турбиной под конец, потому что мы как раз два мяча таких именно из-за вальяжности получили. И вот они сыграли с нами, наверное, злую шутку, потому что ряд людей немножко переоценили свои возможности и посчитали, что да мы сейчас тут всех навозим. Навозили. Потом, скажем так, для нас это теперь мы догоняем. Догонять всегда сложнее, чем убегать. Но вы сказали, что задача все равно у Феникса 9 чемпионом стать, да? Однозначно нет. Несмотря на 4-х очков отрыв и игру в запасе. Ну, на самом деле, там будем считать, что пока 7 очков по потерянным, да. Задача как стояла, первое место ее никто не снимал, поэтому сами себя загнали в трудное положение, но все равно будем пытаться. И в случае выполнения задачи в высшую лигу 100% пойдете, да? Однозначно. Ну вот как раз на этих выходных CDN2 одержал 2 победы. Да, как назло. И, кстати, они стали 9-й и 10-й подряд. То есть настораживает такой вот спорт конкурирующей команды? Абсолютно. Абсолютно не настораживает. Дело в том, что, скажем так, мы же тоже готовим сюрпризы для команд соперников. Чуть-чуть нам немножко еще надо дотерпеть. Закончится апрель месяц. Я думаю, что у нас все будет еще более чем хорошо. И, скажем так, будем радоваться своей игрой. Не только себя, но и болельщика. Означает ли это, что еще новички будут, поскольку регламент до 23 мая, по-моему, разрешает заявить незаигранных в этом сезоне игроков? Или вы какие-то иного порядка сюрпризы готовите? Скажем так, нет. Мы иного сюрприза порядка готовим на самом деле. Поэтому, по большому счету, все те новички, которых я хотел бы видеть и которых не удалось, скажем так, привлечь в нашу команду, мы отложили до конца сезона. Поэтому посмотрим и на результаты нашей команды, и ребята посмотрят на результаты своих команд. Ну, скажем так, со всеми. Единственное, скажу всем ребятам, с которыми вел переговоры, огромное спасибо, потому что все поступили по-мужски, надо отметить. И все с переживанием за свои команды, все хотят помочь своим командам в выполнении тех или иных целей. Поэтому они сезон доигрывают, а там уже будем разговаривать, как дальше сложится ихняя и наша судьба. Ну, а ЦДН-2 пусть готовится. Это обязательно. Так же, как и Атлетика. И Атлетика во втором дивизионе Б. Да. Должна готовиться. Самое главное, Максим, не веди себя, как Василий Уткин. Перед мачкой. Большой ему привет, если посмотрят эту передачу. Все-таки надеемся. Может быть, пару слов еще о команде Портер, поскольку ЦДН-2 и Атлантис пятерки основных конкурентов. Знаете, что Ульянников за 16 матчей забил 50 голов. Вот сегодня информация проскочила. Больше трех мячей за игру. Как Вам такой показатель? Ну, показатель, конечно, впечатляет. Тем более, Илья действительно, как бы, да, самородок. Бывают такие люди, да. И причем человек без футбольной школы, насколько я слышал. То есть, у него нет и даже футбольного образования, но человек с таким потрясающим видением поля и умением работать с мячом. Ну, хотелось бы, просьба к организаторам турнира и к судьям перед игрой с нами. Удалите его, пожалуйста. Нет, он, Илья, молодец, конечно, честно. Наверное, любой тренер, любой начальник команды, конечно, хотел бы иметь такого форварда. Я не исключение. Феникс тоже хотел бы, да. Бесспорно, скажем так, он бы усилил нашу команду. Поэтому, Илья, переходи к нам. Но, к сожалению, трансферная закрылась. Не в этом сезоне, может быть, вышку. Очень интересно, Портер и Ульяненков, безусловно, часть команды. И, на ваш взгляд, насколько большая часть команды, то есть, если, допустим, теоретически, мы представим, что Ульяненков перейдет в Феникс 9, то что станет с Портером, на ваш взгляд? Вы знаете, ну, так как мы начали и про Портер говорить, на самом деле Портер очень хорошая команда, да, и мастеровитые, опытные. Роман Гаранин, Максим Ковальчук. Все ребята достаточно хорошие. Мы уже и по игре, выступая вместе друг против друга во второй лиге, как-то вот так у нас сложились достаточно добрые, уважительные отношения друг к другу. И я вам скажу, она и так хорошая команда, и без Ульяненко, да, конечно, с Ульяненко это совсем другая немножко команда, но и без Ульяненко, поверьте, опыт решает многое, да, и очень сильная команда. И Макс Ковальчук ему, честно, отдельно хотел передать спасибо за Ромиса, вот, то, что с пониманием отнесся к ситуации, которая у нашего игрока, теперь уже у нашего игрока, да, произошла, поэтому спасибо. Ждем Ульяненко. Ждем Ульяненко. Феникс 9 под высшую лигу, да, для решения задачи. Ждем Ульяненко. Вообще, Феникс 9 проводит очень большую трансферную политику, даже если мы оставим за пределами нашего внимания какие-то приходы извне, вот даже две команды, Феникс 9 и Феникс 99, ну, тут там, переходы чуть ли не каждый месяц случаются. Скажите, пожалуйста, на чем они основаны, да, как вы это подбираете, и почему, вот, такой, может, нетривиальный вопрос, почему не сделать было дубль, да, где заявка одна на две команды? Может быть, это было бы удобнее? Вы знаете, дело в том, что все-таки уровень второй лиги и третьей лиги, он сейчас вообще просто не сопоставим, да, мы это видим даже, участвуя во второй лиге 10 команд, которые остались с прошлого года, да, и 10 команд, которые пришли. Получается, в принципе, достаточно… И счета несколько разные, да. И счета несколько разные, и действительно такой, ну, на самом деле, понимаете, не хотелось создавать дубль, чтобы ребята… это будет неинтересно для них. А здесь все-таки живая борьба, вы посмотрите, какая плотность во второй лиге в зоне B, ну, со второго по седьмое место, на самом деле. И такая живая борьба никого не оставляет там, все, никто не расслаблен, поэтому на самом деле интересно. Вот. Что касательно большого количества трансферов, я скажу следующее, то, что, понимаете, во-первых, у нас команда «Феникс-99» была создана, в принципе, в последний момент, и по ряду кандидатов, да, игроков в эту команду принимались решения, может быть, где-то спонтанно, где-то, вот, получается… Просто, как бы, скажем так, нам даже возможности проверить, посмотреть их не было нигде, да, хотя, в принципе, так, была определенная информация по этим ребятам. Ну, и плюс, добавок ко всему, когда по ходу турнира начали меняться задачи, да, а задача все-таки выйти стоит в первую лигу, Естественно, состав начал меняться, состав начал изменяться, ну, к сожалению, пока вот по двум играм просто очень большое количество травмированных людей, поэтому я не могу похвастаться результатами на данный момент команды «Феникс-99», но я думаю, что сейчас в дальнейшем все наладится, и ребята поправятся, и вернутся те, кто, ну, на кого я рассчитываю и специально перевел в команду «Феникс-99», я думаю, что все будет хорошо. Сергей, а ревностно не относятся футболисты двух команд? Я имею в виду, что нет ли такой ситуации, что в «Фениксе-99» ребята себя хотят проявить только для того, чтобы попасть в «Феникс-9», а оттуда, например, ребята-футболисты не хотят, не дай бог, чтобы их спустили в команду рангом ниже. Вот как происходит вот этот вот обмен, нет ли каких-то обид, вот, кривотолков? Вы знаете, безусловно, исключать этого нельзя, ну, наверное, может быть, кто-то и обижается. Но вопрос в том, что было создано таким образом, да, команда «Феникс-9» — это одна команда, команда «Феникс-99» — это другая команда. И, в принципе, турнир участвовал, если, когда мы участвовали одной командой во второй лиге, да, были определенные изъяны у определенных игроков. Но на фоне выступлений в первой лиге эти изъяны очень сильно стали проявляться, и, безусловно, и не обижать ребят, и надо отдать должность, что ребята с пониманием относятся к этим всем моментам, да, они были переведены, опять-таки, во благо для них, потому что там они во второй лиге выходят и получают постоянную игровую практику. Они прекрасно знают, что если они покажут достойную игру, они будут переведены, могут быть переведены в первую команду. Но я вам скажу так, что дело в том, мы создаем «Феникс-99» как отдельная команда со своими задачами. Я не говорю, что если мы выйдем в первую лигу второй команды, задача будет стоять выйти в премьер-лигу. Нет. Эта команда будет бороться за середину турнировой таблицы и получать постоянную игровую практику. Вот для чего, в принципе, нужно выходить, потому что первая лига, я считаю, очень интересная и одна из сильнейших первых лиг вообще в Москве. Там действительно приятно находиться, там очень интересные команды и со всеми обеспечена хорошая игровая практика и хорошая упорная борьба. Там настоящий мужской футбол. А если «Феникс-9», что, скорее всего, пополнит ряды высшей лиги, «Феникс-99» выиграет оставшиеся матчи, выйдет в первый дивизион, будет ли смысл создавать «Феникс-999»? Я ждал этот вопрос, но мы тогда создадим «Феникс-99». На самом деле планируется создать еще одну команду, прорабатывался такой вопрос, но и создать на LFL 5 на 5. В таком формате. Это будет смесь уже игроков «Феникса-9» и «99» или это будет чисто меньшинство? Вы знаете, я хотел бы, на самом деле, так как это наш проект такой большой и серьезный, хотел дать возможность в этой команде именно участвовать тем людям, которые не прошли по каким-либо причинам ни во второй, ни в первую команду, но были, пробовались, дать им еще возможность себя проявить. Ну и задачи будете ставить, если такая команда будет? Ну, понимаете, выходить и играть без задачи, ну, наверное, это неправильно. Однозначно, конечно, будет задача биться и выгрызать в каждом матче. Сейчас у вас две команды, да, на плечах, можно сказать. Будет еще третье, где брать время на все это, на организацию? Вам уже наверняка нужен будет помощник, а может быть, еще даже и не один. Вы знаете, во-первых, у меня уже есть помощник, да, Пахомов Олег Александрович, это человек, с которым мы много лет вместе играли. Да, безусловно, конечно, будет рассматриваться и такой вариант, что еще будет, возможно, один помощник. Это жизнь, безусловно. Вы знаете, одна точка зрения – это хорошо, две – уже неплохо, а три – вообще будет здорово. Поэтому я, на самом деле, когда приглашал Олега Александровича, я, на самом деле, хотел, чтобы человек был с абсолютно нейтральной точки зрения, да, не похожей ни на мою, ни на какую-либо другую. Поэтому у него видение свое. Если я не прав, он может и позволяет себе об этом говорить. Поэтому в открытую, не боясь каких-то там санкций или что-то, что его уберут, уволят. Нет, мне нужен такой человек, который будет говорить мне, что я не прав. Дмитрий Булыкин присутствовал на матче с Эгресси. Остается он в команде? Конечно. Можно он будет штрафовать в вашем матче? Я скажу так, что он не только с Эгресси присутствовал, он перед этим присутствовал с Дюпелем, а еще до этого и с Городком он приезжал. Последнее время появляется у него возможность почаще навещать нашу команду. Когда же в форме Феникса какого-либо из Феникса появится Дмитрия? Надо сначала мы все-таки пошить эту форму. Не вся налезает на него. Не вся налезает, да? Да. Или на сборах где-то сбрасывать придется. Да, да. Поэтому я думаю, что скоро. Хорошо. Ну, в принципе, наверное, основные вопросы мы обсудили. Сергей, большое спасибо, что снова нас посетили. Все очень интересно было. Пожелаем удачи вашим командам, Фениксу-9, в Лиге Москвы и в 1-м дивизионе. Ну, а Фениксу-99 тоже решить задачу выхода в 1-й дивизион. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Заезжайте еще. С удовольствием. Приглашайте. Будем рады всегда с вами пообщаться. И очень приятно. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова